Брестский городской центр культуры – это та площадка, где встречаются творческие и увлеченные люди разного возраста. Однако пока их общение друг с другом сводится к минимуму. Взрослые любительские и заслуженные коллективы сократили количество своих репетиций, детские группы разделены, в них сейчас не больше 10 человек. Конечно, соблюдать социальное дистанцирование детям сложнее, чем взрослым. В этом вопросе на помощь приходят педагоги, которые по максимуму сокращают парную работу и больше акцент делают на индивидуальную. Кроме того, во всех аудиториях имеются средства индивидуальной защиты – дезинфекторы, которыми можно обработать руки до и после занятий. Дети ходят с удовольствием, но сами понимаете, что необходимо организовать нам работу, чтобы была дистанция, чтобы дети, как говорится, средствами обрабатывались. Ну и вообще-то дети, они не могут не контактировать друг с другом, им все равно интересно контактировать, общаться. Дети любят у нас танцевать, ходят с удовольствием. Работу мы как старались детям организовать, чтобы наши репетиции были интересными, так мы и работаем. Период пандемии сложно отразился на работе центра. В должности руководителя Александра Гарбузова всего год, который пришелся не на самое благополучное время для учреждения. Однако педагоги не теряют веры в лучшее. Трудятся, участвуют в онлайн-конкурсах, чтобы давать больше стимула для творчества своим подопечным. Количество детей у нас не уменьшилось. Взрослые коллективы, да, там они как-то меньше стали собираться. Потому что у нас, допустим, положение по любительским объединениям, они должны собираться у нас раз, два раза в месяц. Сейчас они собираются раз в месяц, ну, меньшими составами. Бывает, просят, чтобы три раза в месяц, ну, как-то так вот подбираем расписание. Для того, чтобы меньше приходило участников, ну, почаще. Что будет дальше, покажет время. Образовательный процесс в городском центре культуры продолжается. А это значит, что как только ситуация улучшится, творческие коллективы будут готовы представить публике свои новые программы.